Спасибо, студия, доброе утро, Красноярск. Приглашаю вас побывать сейчас прямо на импровизированной выставке современного искусства. Вот буквально справа от меня находятся картины. Я так понимаю, что это графика. Рядом со мной также художница Мария Гейн. Расставили мы картины как смогли, ну, как успели с Марией. Мария, ну, расскажите, собственно, вот в какой манере выполнена, например, вот эта вот картина. Что это? Казаки в разбойнике? Что это? Эта техника называется калаш. А тематика здесь, вообще, серия моих работ графических, здесь будет представлено три серии. Называется «Белорусские мотивы», потому что она была создана во время моего путешествия по Беларуси. Здесь можно будет увидеть и белорусский фольклор. А вот такое обрамление, это специально вот сделаны вот эти цветы? Да, специально. Мне кажется, что это как-то гармонично смотрится. Деревянная рама и цветочное обрамление. Ну, пойдемте дальше, посмотрим. Здесь есть еще немного в другой манере выполненные картины. А что это за манера? Это тоже на тему белорусской жизни. Здесь я представила садоводов, садоводов-огородников-любителей. Я долгое время, целое лето ездила с ними в одном маршруте, и меня очень интересовали типажи этих людей. Вообще белорусы очень трудолюбивый народ. Почти каждая семья имеет свой кусочек земли, очень с любовью их обрабатывает. И я вот это пыталась передать. Но у них лица-то по большому счету чаще всего какие-то недовольные, я бы сказала. Физический труд. Заставляет, да, немного? Заставляет. В общем, скажите, Мария, почему вы еще решили поучаствовать, собственно, в выставке «Сибирь молодая»? Что дает вам этот проект? Мне кажется, выставка для художника – это дело практически первой необходимости. Потому что это заряд энергии и возможность посмотреть глазами молодых художников вообще на мир. То есть у художника же душа чувствительная, тонкая, а зрители, благодаря тому, что они приходят на выставку, могут окунуться и посмотреть на мир совершенно свежим взглядом. Тем более будет представлено 60 молодых художников со Сибири. Я думаю, что стоит прийти и глотнуть этого свежего воздуха, свежего восприятия. Действительно, свежее восприятие. Ну а мы плавно переходим к следующему проекту. Это уже картины, выполненные в другой манере. Вот рядом со мной находится художник Сергей Назаров. Сергей, расскажите, собственно, что вкладывали в свои произведения. Ну, это серия работ, посвященная теме детские игры. Через детские игры показаны такие смыслы, которые заложены в нас с детства. Ну, много сейчас размышлений, что такое война, что такое семья, что такое геополитика, экономика. А вот все эти слова, все эти явления, они как бы уже закладываются или заложены в нас изначально. То есть вот дети играют во дворе. Не знаю, кто эти игры придумывает, сами ли они. Мы в детстве выдумывали какие-то игры. Но они как-то уже существуют внутри человека. И мы и воюем, и строим какие-то архитектуры в песочнице, мосты, селим в них. То есть это какая игра в жизни? По этим детским каким-то забавам мы знакомимся с жизнью. И она как бы в нас живет. В общем, довольно глубокие смыслы. Ну, а почему такие мрачные тонайши? Такой вопрос. Честно говоря, только здесь заметил, что они мрачные. Просто живопись – это сложный вопрос. Ты сидишь в мастерской, пишешь, пишешь. Это какое-то таинство такое. А потом выходишь, смотришь, что получилось. Ну, люди придут. Как оценят, так оценят. Давайте вместе с вами пригласим наших телезрителей посмотреть на ваши работы, на работы Марии. Когда, где это можно будет сделать? Конечно. Конечно, всех приглашаем. Но это такой вопрос, я даты плохо запоминаю. С 21 ноября по 10 декабря. Здесь, в галерее Енисей, на втором этаже. А студия «Как вы относитесь к современному искусству» придете посмотреть на работы молодых сибирских художников.